Если вы живете в этих удивительных городах, мы с вами сможем встретиться в живую. Многие женщины думают, главное начать спать, а потом мы станем близкими людьми. Мы в браке надо стать близким человеком? Да. Что является основой счастливого брака? Диалог. Диалог, любовь, сет, доверие, друзья. Тепличку поставить маме. Потому что нельзя убить ее. Такая, да? С мамой. С мамой нахера строить? Ты же здесь строишь отношения. Ну, пусть такой вариант. Не смею осуждать. Основой счастливой семейной жизни является, конечно же, любовь. Но кто будет спорить? Поднимите руку. Скажите, что тепличка. Занять любовь. Любовь, конечно. А что такое любовь? Тебе хорошо. Тебе хорошо. Это ты о кокаине сейчас. Принятие. Принятие. Что значит принятие? Безусловное. Безусловное, тем более. Мне так нравится. Люди выкидывают какие-то слова. Объяснить не могут. Принятие безусловное. И вот, мать, убейся. Когда ты без всяких условий не мечтала, я как принимаешь, что ты не хочешь? Ну, хорошо. Вот ты тоже девка красивая. Я без всяких условий принимаю тебя и трахаю, как рыбу. Но с тобой не разговариваю. Потому что мы чужие люди. И жениться на тебя не хочу. А если женился, ну, мы независимые люди. А что? Мы трахаемся. Я принимаю, какая есть. Да. Безусловно. Безусловно. Что такое? Что напряглась? Я же принял себя. Безусловно. Уважать интересы. Зачем? А как уважать интересы? Уважать интересы? Чьи интересы люди уважают? Ну, свои. А еще чьи? Друзей. Только близких людей. Близость – это дружба. Такая абстракция, что просто… Все должно быть. Все должно быть. Что? Я спросил, что? Близость, забота, реакция и секс. Любовь – это сумма трех составляющих. Страсть, секс, близость, дружба и ответственность. Три составляющих. Любовь состоит из трех вещей. Если есть страсть и близость, но нет ответственности, это не любовь. Это секс по дружбе. Если есть секс, есть ответственность, но нет близости. Что это? Это секс за ресурсы. Гружинский брак, кстати, да? А если есть дружба, есть ответственность, но нет секса? Блядь. Это история. Большинство современных семей, где люди сошлись, как мы с Юречкой рассказали, чтобы трахаться, а друзьями мы не стали. Мы трахались, трахались, и что? Ушел секс. Почему секс уходит? Что является основой секса? Страсть. Страсть. Хорошо. Что является основой страсти? Навизла. Навизла. Наслаждением, да? Разнообразием от наслаждения. Вот мы трахаемся, трахаемся с Юлечкой, и стало, нам станет скучно. Может, приезд на наш секс? Конечно, да. А откуда мы возьмем разнообразие? Откуда мы будем идейки доставать? Из близости, из структура. Конкретно. Игона, если люди знают друг друга, знают, что им нравится, то есть, если этап знакомства длительный до секса, все уже обсуждено? Что? Секс обсужден? Нет. Идея хорошая, попробую мою версию. Вот, допустим, мы с Юлечкой встретились, и друг перед другом вывали часть своего либидо. Согласитесь, часть? Ну, очевидно, потому что у меня в голове такая, блин, сексуальная каша, такой винегрет. Так у меня такие, ну, человек не виноват. Не виноват за то, что его возбуждает. Неважно, это мужчина и женщина. Но я же не могу на тебя вывалить все, что меня возбуждает. Ты же сразу с ума сойдешь и убежишь. И ты мне тоже вывалишь, только что? Что-то сексуальное, конечно, но безопасное. То есть, то, что, скорее всего, будет приемлемым. В нашем обществе есть какие-то виды секса, которые, условно говоря, приемлемые. И вот мы быстренько трахались, трахались, и что? Поднадоело это. А в голове это секса куча. Черпается страсть вот эта из башки. Потому что сексуальное пристрастие людей, они уже определены. В большинстве своем они, что? Практически не меняются в течение жизни. И вот, у меня в голове есть мои идейки. Но я же не могу эти идейки, ну, вывалить. Я же не сам. Если я сижу там, мастурбирую, я могу идейки любые доставать из головы. О, я вижу, по глазам есть единомышленники в зале. То есть, твои идейки ни с кем согласовывать, что? Нельзя. Ты сам себе друг. И сразу договорился. Но с Юлей мы разные люди. И чтоб я эту идейку вытянул из головы, мне надо эту идейку с ней что? Как-то обсудить. Чего я больше всего не хочу, обсуждая идейки свои. И она 100% в обратную сторону. Конечно. Друзья, это, когда вы можете делиться сокровенным со своим близким, не боясь чего? Осуждения. Если я такой, слышу, Юлечка, давай как-то, ну, уже что-то там, развеселимся. Давай кума моего позовем. Измажемся медом. Пухом гусиным. Я прям на член надену пиццу, 4 сыра. И голый на кабриолете будем по Красноярску гонять. Ну, допустим, у меня такая фантазия. Но я же хотел разнообразить нашу жизнь. А Юлечка говорит, ну, ты псих, ну, ты урод. Я всегда подозревала, что ты урод просто. Пицца он собрался. Ты больной, тебе электричеством лечить надо. И наоборот. Юлечка решила разнообразить нашу сексуальную жизнь. Сейчас даже не буду фантазировать. Предложила что-то и услышала приблизительно такое. Ты же этими губами наших детей целуешь. Как можно быть такой шлёндрой? Фу. Вопрос, Юлечка. Когда ты следующий раз? Никогда. Никогда. Я смотрю, она уже в шоке. Хотя я ей никто. Потому что мы никто. Мы не друзья. Мы не близкие люди. Я делаю дикое заявление. Сначала я мужчина и женщина, что были в браке, сейчас. Вы должны стать друзьями. Для этого должен долгий быть период. А потом трахаться надо уже с другом начинать, дорогие дамы. Шансы резко повышаются. А можно начать трахаться, а потом стать другом. Нет. Ну, мы же все в зале на это надеемся. Продолжим. Есть небольшая особенность, и она касается мужчин. Мужчин. Дорогие дамы, это для вас информация. Мужчины чаще всего меня понимают. Я вижу по глазам шутки. Ну, давайте. Здесь все зависит от того, как мы к сексу относимся. Помните, я говорил, что секс для нас очень физиологичен. Ну, прямо вот. Ну, мы не можем отказаться от этого. Для нас оргазм — это избавление от сексуального дискомфорта. Да, да, да. Вы водички плесните, чтобы не заикалась до полусмерти, а потом, дай бог. Продолжим. Так. Смотрите. Главное, чтобы вы в разнос не пошли, а то это самое. Крепкие парни вас выведут на всякий случай. Так вот. Вот секс мужчины. Секс мужчины. Представляете, живет мальчик, никого не трогает. Маленький, хороший, ну, такой, как я, или вот этот мужик. Это любой, любой. Вот можете в конце, мужики, поднять руку и сказать, да, сука, врешь ты, все было не так. У меня был позавчера мужской клуб в Новосибире. Никто руку не поднял. Прямо все были. Вот такой же зал, только мужчины одни. Женщин мы туда не пускаем. Да, это из-за чего? Потому что даже одна баба в зале портит ситуацию. Потому что все мужчины в зале начинают быть, что? В ролях. Они начинают. С маской. Маску одевать. Какую маску? Возникает конкуренция за самку. Мы все, мы вообще, нас по жизни ведет конкуренция за самок. Мы в своей жизни что-либо делаем, потому что у нас конкуренция. Мы конкурируем с другими мужчинами, чтобы получить более качественную самку. Да. Ну вот мальчик живет, никого не трогает. Вот ему случилось там 10-12 лет, там разные бывают ситуации. И вдруг, и вдруг его детство закончилось. Вот эти покемоны, которые он, это мультфильм, вот эти вот. Он собирал, я не знаю, ниндзи-черепашек там, ну чем-то занимался. А тут тыги, вдруг выяснилось, что вот та штука, которая у него болтается между ног, и он думал, что это направлять струю в унитаз, это оказалось совсем другое. Мальчик очень быстро понял. Но я не знаю, как это называется, но теперь это будет моим хобби навсегда. Вектор задан. В этот момент, кстати, родители знают, да, что ребенок полова созрел. Мальчик, скорее всего, теряет интерес к чему? К учебе. Потому что он занят другим. Он хочет пристроить жулика. Мы не дикие, мы понимаем, для чего это надо. Напорно ходим. И вдруг выясняется, что это для связи с женщиной. Слава богу, половина одноклассниц. Бабы. И мы бы начинаем. Очень быстро узнаем несколько вещей. Наличие жижулика не дает тебе гарантии секса. Второе. Большая конкуренция. Пиписька есть и только у тебя. Классных баб всем не хватает. А мужчины, мы же такие амбициозные, нам баба же должна была. Когда мы уже под себя начнем. Я вот сюда выбирал самых красивых одноклассниц. А я думаю, ну все равно мне не дадут. Пусть мне не даст классная баба. Да, есть такое. И мы начинаем пытаться к пиписечке приложить что? Какой-то бонус. Потому что пиписьки просто заинтересовать никого нельзя. Мы в этот момент начинаем что? Серьезно заниматься спортом. Мы там становимся хулиганами. Мы пытаемся заработать деньги. Мы учимся играть на гитаре. Парни, кто учился играть на гитаре? Кто умеет играть на гитаре? Ну скажи, это не для того, чтобы бабы давали. Ну чтобы только с Макареичем в группе играть. Ну понятно, есть мысль. Мальчики есть, которые продолжают хорошо учиться? Сексуально созревшие. Их очень мало, но два вида. Либо это адские ботаны, которых избивают дома. Либо это парни, которые поняли, что к жижулику можно приложить интеллект. Что станет моим конкурентным преимуществом завоевания красивых женщин. В юбор кто-то пошел, в деньги пошел, в хулиганство пошел, еще во что-то пошел. Ну и так далее. За собой стал следить. Мальчик стал за собой следить. Почему? Тело в тело. Только так. И вот мужчина, мальчик, да? Он старается. В этот момент мы колоссально растем. Работаем над собой, достигаем. Таких достижений никогда не будет. Потому что мы мотивированы. И вот у нас случается секс с женщиной мечты. У кого-то через год, у кого-то через пять, у кого-то через десятилетие. Ну ни у кого на следующей неделе после обнаружения пиписьки бабы не накидываются. И вот я уже все. Я уже и КМС по самбо, и вот я уже денежку заработал, и вот я уже что-то такое сделал. И Юля мне отдалась, моя любимая одноклассница. Мы с ней трахались, как выдры. И в этот момент что я чувствую? Разочаровались? С хирали разочарования. Ничего себе. Это вы Юлечку не видите? Нет, никакого разочарования. Да я просто от счастья. Я понял, что мои усилия увенчались успехом. Увенчались успехом. Эта баба оценила мои усилия. Не вот тут бутылку пива, что я ей дал. А мои усилия с десяти лет. Теперь как вы думаете? В этот момент мне говорят, а теперь надо начать работать над собой. Если ты будешь вести себя правильно, я дам тебе еще. Как вам кажется, это хорошая мотивация для мужчины? Вообще дикакая. Вот такие бабы вызывают отвращение. Именно поэтому вы переделать мужиков не сможете никогда. Вот тот уровень отношений, который у нас случается, во время первого секса, вот это тот формат, который... Вот смотрите, вы подошли к банкомату, вставили карту, нажали кнопочки, и вам вывалились деньги. Вы узнали алгоритм получения денежек из... Вы будете импровизировать с банкоматом? Вопрос. Нет. Когда вы начнете импровизировать с банкоматом? Если денежки перестанут. Ты подошел, нажал, а оно не выспалось. Ты такой... Надо что-то делать. И сбоку стучать, и глаз туда совать, и так далее, и так далее. Знаете, ваш первый секс фиксирует алгоритм получения секса. Улучшить потом что-то, ну, будет очень сложно. Очень сложно. Ну, смотрите, ну, я не знаю. Вот колоритный мужчина, я знал, что вы понадобите в помощь мне. Вот представьте, как он зовут? Алексей. Алексей сидит на первом ряду, видно, что серьезный человек. И 100% Алексей покупал себе хороший автомобиль. Такая версия. И вот Алексей решил купить себе хороший автомобиль. Ну, давайте, какой хороший автомобиль, чтобы я сейчас не испортил. Хороший автомобиль. Мерседес. Это так по-женски. Мерседес. Мужчина сразу говорит, Порш Каен, потому что Порши бывают разные, и Мерседесы бывают разные. Ну, пусть будет Порш Каен. Это хорошая машина? Хорошо. Вы не против? Ну, пока пойдет. И вот он пошел, заработал денег, поехал. Ну, и новый, конечно, в салон. И купил там, ну, не знаю, сколько он минимум сейчас. Лямов 16 стоит. Да, приблизительно так. Вот купил, он себе Порш Каен. Собирал деньги, выбрал комплектацию. Все оформили. Ты такой доволен. Ездишь по Красноярску, красавчик. Ну, нормально, заработал, человек имеет право. Через месяц звонок из салона. Алло, Алексей, здравствуйте. Как вам наш Порш Каен? Да, все нормально. Не могли бы заплатить миллион двести? Вы зададите вопрос туда? Скорее всего. Миллион двести. Это если как бы, ну, там, четыре тысячи не доплатил, за что? А если миллион двести, то вы что, чертили? Ну как, вам же нравится? Вам же нравится? Надо доплатить. Есть шансы, что Алексей доплатит? Ну, а что, машина хорошая, доплачу, где есть? Нет, послал их нахер. Приблизительно то же самое чувствует мужчина, когда после секса вы пытаетесь изменить условия. А теперь, чтобы и дальше получать секс, ты должен взять ипотеку, водить меня в дорогие рестораны. Нихера себе, ты за пиво отдалась. Я уже понял, чтобы с тобой спать, это пиво и, ну, полосатик или что там. Откуда реакция такая? Ну, а как же друзьями стать? Чтобы стать друзьями, нужно прикладывать усилия? Ну, хорошо, Алексей, продолжим. Вот Алексей, колоритный мужчина, я тоже, не пальцем деланный. Допустим, мы друзья, настоящие друзья. И вот Юлечка спрашивает, а как вы стали настоящими друзьями? Говорю, да ты что, мы встретились на лекции. Говорю, Лёг, хочешь быть моим настоящим другом? Да, хочу быть настоящим. И с тех пор мы настоящие друзья. Попахивает фуфлом. Не так. Сначала мы познакомились. Мы стали знакомыми. Долго искали точки соприкосновения какие-то, да. Там, кто где служил, кто как что-то и тому подобное. Где-то столкнулись. Но, чтобы стать приятелями, это следующий этап. Что должно случиться? Приятное. Мы должны найти точки, где мы с собой вместе кайфуем. Либо у нас общий ресторан, Либо у нас какое-то хобби, Либо мы стреляем, Либо лоим рыбу, Либо бухаем. Ну, не знаю. Что-то должно. Мы, приятели, это люди, которые сталкиваются для приятностей. Чтобы вместе проводить приятное время. Возможно, я не знаю, На столбы ездим и оттуда плюем в тайгу. Допустим, у нас такое хобби. И вот мы, допустим, с ним приятельствуем, Приятельствуем, приятельствуем. И со временем приятели могут дорасти до товарищей. Товарищи, это такие суровые приятели. Один из признаков, чем отличается приятель от товарища. Ну, допустим, мы с тобой ездим в тир. Нам нравится стрелять. Страсть к огнестрельному оружию. А тут вдруг мне вот этот, вот, Мужик сидит, такой говорит, Сатя, я, короче, это, Тир у меня свой. Поехали, постреляем. Я такой, блин, классно. И такой, давай Леху позырем. Если я про тебя вспомнил, Ты мой товарищ. Если не вспомнил, пока приятель. А как же друзьями мы станем? Беда, беда нужна. Вдруг познается в беде. Подсказывает опытный человек. Кто-то, либо я, либо Леха, Либо мы вместе должны что? Вляпать собакское говнище. И посмотреть, как мы вышли из этой ситуации. Понравился ли, как я реагирую, Как ты реагируешь, Как мы вышли из этой ситуации. Потому что, друзья, это те, Которые в экстремальной ситуации Могут рассчитывать не на приятельские истории, А на экстремальные истории. И если я в своей жизни рассчитываю, Я, может, и не прошу тебя, Но я знаю, если у меня будет проблема, Я знаю, что ты не только захочешь, Но и сможешь это сделать. И это должно быть взаимно. Это друзья. Со временем друзья перестают, Ну, не знаю, настоящие друзья, Которые 10, 15 лет дружили вместе И не осохатились. Вот что такое друзья. Это не то, что у вас друзья, Вы в контакте 600 человек, Которых вы не знаете. Вот такими друзьями должна стать Мужчина и женщина. Вот сначала станьте такими друзьями, Потом трахайтесь. Появляется большой шанс На счастливый брак. Если мы настоящие друзья, Мы сможем обсуждать какие-то вещи, Мы не боясь Неадекватной реакции. И вот эта близость Поможет нам, Ну, во-первых, и секс сохранить, И ответственность, и тому подобное. Как стать с друзьями с мужчиной? Не трахаться с мужчиной. Что же вляпать? Не надо трахаться, да. Не все. Вляпайся, поверь. За тобой ухаживать, Ты хочешь не хочешь, вляпайся. Нет, если с мужчиной Нужно вместе вляпать, Вы с мужчиной С друзьями становитесь, Тогда вместе вляпались. Ну, здесь не надо, Чтоб мужчина вляпался. Если мужчина вляпался, А ты стал его спасать, Это плохой знак. В какой-то момент, Есть такая лекция, Шесть этапов построения отношений. На четвертом этапе, Четвертом этапе, Когда люди уже Достаточно откровенны и близки, Очень важно делиться Своими уже проблемами. У меня такая проблема. Ой, у меня что-то сломалось, У меня что-то заболело, У меня что-то оторвалось. И посмотреть, как он может И хочет ли он помогать тебе В этом вопросе. Не на первом свидании, Не на третьем. А вот заметили, У нас как получается? Знаете, по статистике В нашей стране, На каком свидании В среднем случается секс? В третьем. В третьем. Если вы живете В этих удивительных городах, Мы с вами сможем Встретиться в живую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok